Дорогие друзья, всех приветствую на канале Топ Хотелс Агент. Меня зовут Светлана. К нам пока подключается наш сегодняшний гость. Ирина, пожалуйста, к нам подключайся. Ира, приветствую. Доброе утро. Привет, Света. Всем доброе утро. Доброе утро. У кого это уже добрый день, вечер, возможно, потому что у нас большая география зрителей. Итак, дорогие друзья, в ближайшие полтора часа у нас в гостях будет Ирина Щипак, представитель компании Centara Hotels & Resorts в России, странах СНГ. Я думаю, что многие с ней уже знакомы. Ирина, тебе слово. Что нас сегодня ожидает, о чем будем говорить, в какие отели, собственно, заглянем в рамках нашего путешествия. Добрый день всем коллегам. Я рада сегодня провести время с вами и познакомить с нашими новыми отелями, потому что я буду рассказывать и про новые отели. Поговорить о наших нынешних отелях, рассказать про ребрендинг, потому что о нем тоже нужно упоминать, потому что названия поменялись в некоторых отелях. Мы с вами попутешествуем по нескольким локациям по всему Таиланду. Что-то мы захватим, что-то не захватим, но я постараюсь максимально информативно презентовать вам все отели. Но более быстро, так как у нас их очень много. Итак, что такое Центара? Центара это бренд, это сеть отелей с 40-летней историей. Мы начали свое путешествие 40 лет назад с первого отеля в Бангкоке. О нем я сегодня тоже расскажу. И мы росли-росли, и у нас теперь 6 брендов. Начинаю сверху вниз. Центара Резерв это люксовые отели с индивидуальным подходом к каждому туристу. Об одном из таких отелей у нас пока есть один, я сегодня расскажу. Центара Грант, это наши пятерки. Само слово Грант говорит большой. Это большие отели. Это всегда классная локация у отеля. Или это центр города, или это бухта, или это один из лучших пляжей, например. То есть это всегда классное место расположения отеля. Хорошая инфраструктура, богатая инфраструктура. Идеально для любого туриста данных брендов. Для пар с детьми, для майс, либо же просто для романтических путешествий. Или для друзей. Центара. У нас, наверное, больше всего этих брендов. Это четверочки. Это хорошие четырехзвездочные отели с хорошим обслуживанием и с хорошей территорией. Центара Бутив Коллекшн. Это бутиковые отели. На данный момент у нас только один отель. И сегодня о нем я расскажу. Это чисто тайский такой стиль отеля. И небольшой отель. Тоже индивидуальный подход к каждому туристу. В общем, более подробно мы об этом поговорим. И вот какой-то пятый бренд по счету. Это Центара Лайф. Ранее у нас было Центр Байт Центара. И вы много отелей видели, которые начинаются Центр Байт Центара. Сейчас мы ушли от этого названия. И у нас будет Центара Лайф. Сегодня я расскажу про несколько таких отелей. И Кози отели. Это наши бюджетные отели. Недорогие для активных путешественников. То есть они не совсем ориентированы на детей. Но они прекрасно подойдут для пар, для друзей, единомышленников, которые собрались на отдых в Таиланд. Итак, мы есть во всех регионах Таиланда. Если к вам приходит какой-то запрос, да, Чангмай, Майсот, Удан Тани, пожалуйста, вспоминайте про нас. То есть сейчас больше есть уже интерес к Северной Паттайи, я вижу. То есть люди комбинируют иногда отдых. Поэтому вспоминайте всегда про Центару. Потому что мы есть везде. География огромная. Сегодня мы будем говорить о Бангкоке. Мы не будем говорить о Хуахин. Но у нас на Хуахин есть два отеля. Обращаю внимание, Гранд Пятерка и Центара Лайф Троечка наша. Мы будем сегодня в Паттайе. На Паттайе, в Паттайе, в деревне Паттаевка, еще так говорят. Вот. Я расскажу про несколько отелей там. На Краби мы с вами сегодня не поедем. Но я бы хотела акцентировать, что у нас 5 отелей на Краби. Причем разного уровня. Начинают пятерки Центара Гранд. Есть Центара Анда Деви. Прекрасная четверка. Центара Аунан, который новый. Ну как, по тайским меркам это новый отель, который открылся перед ковидом, потом был закрыт. Прекрасный отель. Все, кто приезжает, очень-очень нравится пляжный отель. Центара Лайф Купано есть еще. Для таких более активных тоже путешественников. И Кози есть. Если, опять же, у вас есть запрос на Краби, вспоминайте о нас. Мы полетим с вами на Самуи. И там я презентую новый отель, который откроется 1 июля. Центара Лайф Ламай Резорт Самуи. И про Центара Резерв поговорим. Пухет традиционно. Там мы представлены. И мы сегодня тоже о нем поговорим. Итак, если говорить о Бангкоке, это, конечно же, одна из столиц Азии запоминающаяся, интересная. Тут одна из, наиболее, знаете, такой город контрастов, как я говорю. Но он всегда манит, манит. И там действительно туристов интересно приезжать. Для кого, да, я Бангкок рекомендую? Конечно же, в первую очередь для туристов, которые хотят посмотреть достопримечательности. Второе. Это шоппинг. И третий, возможно, концерты каких-то мировых звезд. Ну и традиционно стоп-овер. Стоп-овер хорошо брать, конечно же, на обратном пути, на пару ночей. Прекрасная локация, ночной рынок, всякие храмы, просто прогуляться по центру Бангкока, например, да, на плавучий рынок поехать, сделать шоппинг. Все, вот в Бангкоке можно все найти. Итак, мы представлены пятью отелями. Сегодня я расскажу про пятерки Центара Гранд и Центара Ла Прао. Итак, два отеля, вот, Центара Гранд и Центара Ла Прао. Итак, Центара Гранд находится рядом с Центара Уотергейт. О нем я не буду говорить, это четверочка в 15 минут входа от Центара Гранд. Центара Гранд у нас находится в центре Бангкока. То есть локация этого отеля прекрасна. Это четверка, более бюджетный вариант, но очень достойный, и все там прям хорошо. Часто меня спрашивают по ремонтам, когда была реновация. Вот в Бангкоке там все вообще прекрасно, то есть в отеле. Итак, есть Центара Лайф Гаверн. Не рекомендую так сильно акцентироваться и фокусироваться на этом отеле, потому что находится в такой местности, где университеты, больницы, то есть не совсем туристическая зона. А вот Центара Лайф, отель Бангкок, который открылся в 22-м году, это хорошая, качественная, бюджетная троечка. Даже четверка, я бы сказала, по моим ощущениям, это четверка, которая находится в Пранакхон, и она близко ко всем достопримечательствам. Плюс в чем, что там мы делаем, возим на тук-туке к ближайшим достопримечательностям, ну, как бы Бангкока. Вот, и поехали. Центара Гран, центр плаза Ла Прао, Бангкок. Это первый отель нашей сети. Его открыли 40 лет назад, с этого началась наша история. Но был ремонт, полная реновация, несколько лет, ну, как, до ковида еще. То есть отель полностью модернизированный, новый, свежий, и все там прекрасно. Мы находимся в 30 минутах езды по скоростному шоссе от аэропорта. Прекрасный вариант для людей, которые на стоп-поваре, и для тех, кто шоппинг хочет сделать перед возвратом, например, домой. Почему? Потому что рядом с этим отелем находятся два торговых центра. Даже не то, что находится, один торговый центр, он прям соединен с отелем, там ты через парковку проходишь, второй нужно выйти. Метро рядом, то есть локация у него превосходная. Если даже туристы захотят куда-то поехать, например, посмотреть что-то, можно на метро быстро добраться, потому что Бангкок все-таки город тоже, который, ну, пробки есть, ну, как во всех столицах на самом-то деле. 565 номеров разной категории. Вот, самое, что нужно помнить, что мы, в принципе, во все типы номеров селим 2 плюс 1. То есть если семья 2 плюс 2, то это уже более высокие типы номеров, которые идут под запрос. Обращаем внимание, что здесь нету такого понятия double-double нашего любимого, здесь king, либо же twin. Есть клубные номера, и как раз в клубных номерах, сьютах мы можем 2 плюс 2 поселить. И у нас здесь клубный лаунж, который работает 24 часа в сутки. Очень удобно для тех туристов, которые, в принципе, да, там не планируют сильно выходить за пределы отеля на 100 поваре, вот такой клубный лаунж. Там и завтраки, там в течение дня можно перекусить, он и ночью работает, то есть это 24 часа клубный лаунж. Итак, как же выглядит наш номер? Вот так, все свежо, все приятно. Действительно такой, ну, я бы сказала, да, бизнес-отель, ну, по моим ощущениям, вот, но как бы бизнес в том плане, что все вот действительно классно сделано для комфорта наших гостей. И вот так выглядит следующий. Premier Suite, это люкс, вот такая ванна, там все закрывается, то есть получается вот так закрывается ванна, потому что ее видно, да, сейчас на картинке, и ничего не видно. Все есть необходимое, есть мини-бар, есть чайник, набор чая, кофе, пожалуйста, есть рабочая зона, что очень удобно, кто хочет поработать. В отеле много ресторанов и баров, причем очень все высокого уровня, шикарные завтраки. Ресторан на крыше Blue Sky на 24 этаже, прекрасный вид у нас на Бангкок. То есть перед отъездом можно так выйти и вдохнуть вот этим, да, мегаполисом, можно так сказать. Вот. Есть бассейн, есть спа, есть фитнес-центр, то есть можно даже, опять же, пойти спортом заняться, либо же сделать какие-то процедуры в нашем спа. Ну, и открытый бассейн. Есть. Итак, дальше, второй, а, перерыв. Возможно, есть вопросы, мы же договорились, что мы будем остановки делать, Свет. Вопрос, Ир, про депозит в бангкокском отеле, спрашивают нас. Да, депозит 2000 бат в сутки и в Центара Ла Прао, и в Центара Центр Ворд, о котором я буду рассказывать. Можно оставить в долларах, пожалуйста, и заберу туристы тоже в долларах. На самом деле, во всех отелях сети Центара один-единственный отель, я про него скажу, где у нас нет депозитов, а так во всех отелях мы берем депозиты. В долларах оставляете, в долларах забираете, но везде, да, разная сумма. В Бангкоке более построже с депозитами, там вот есть 2000 бат, значит, 2000 бат берем в сутки. Я думаю, что идем дальше, у нас на повестке следующий отель. Да, Центара Гран Бангкок, Конвеншн Центр, само название Конвеншн, это Конгресс, потому что, ну, означает Конгресс Центр, потому сразу понимаем, что этот отель действительно как бы очень, ну, как бы на майс, подготовлен к майсу, и там действительно есть очень большие возможности для майса даже до 5000 человек концерты проводить. Итак, где мы находимся? Центара Гран, Центр Ворд, находится в самом центре Бангкока. Выходишь, все есть, торговые центры, еда на улице, массажи, пожалуйста, 509 номеров разной категории, пожалуйста, и клубной в том числе, то есть здесь есть где разбежаться. Вот правильно, как здесь написано, да, уникальные особенности, прямое соединение с Центр Ворд, то есть даже не нужно выходить, там можно через Конгресс Центр пройти в один из самых крупнейших торгово-развлекательных комплексов Юго-Восточной Азии. Но не только этим, отель классный, в нем действительно он подходит для люкса, потому что у него действительно очень классные бары-рестораны на высоких этажах, 56-58, то есть там атмосфера, там мы сервируем, например, есть бар, ну как, погребок шоколада, например, да, куда ты заходишь, ты можешь есть неограниченное количество шоколада, но выйти с шоколадом ты не можешь, ты платишь определенную сумму. И коньяк, огромный выбор коньяка, то есть вот такой есть бар у нас, да, либо же шампейн-бар, то есть где шампанское, где морепродукты подают, то есть это, ну как бы действительно для искушенных туристов, гостей этот отель. Ну и самое главное, что меня действительно очень удивило, это завтраки и обеды. Они были действительно очень-очень, ну прям, ну прям очень классные, то есть в обед там шведский стол сервируется, и там сервируют мои любимые суши, лобстеры и все виды морепродуктов и рыбы, то есть там... Ну что, можно плотно пообедать. Да, то есть этим я, конечно, была поражена в этом отеле, то есть это очень, ну как бы, прям действительно очень-очень высокого уровня у них питания. Итак, что мы предлагаем? Есть супериоры, есть делаксы. Что такое Голливуд? Голливуд, вот конфигурация номера, это означает, что две кровати, они будут как бы вместе, но раздельно, то есть между ними будет очень-очень маленькое пространство. Хорошо для людей, которые, да, там разнополые, что вроде как бы они раздельно спят. Но у нас, конечно же, больше берут делаксы, которые дабл-дабл для 2 плюс 2 идеально подойдет, либо же скинг стоит, кто, собственно говоря, едет парами. Есть семейные номера и есть свиты, есть люксы. То есть любой каприз, как я говорю, вот так это все выглядит. Это делакс номер с двумя раздельными кроватями, прекрасный номер для того, чтобы остановиться и насладиться столицей. А это фэмили премиум. В чем фишка этого отеля, что здесь две двуспальные кровати большие, ну как бы дабл-дабл метр, 40 на 2, как я говорю. И поехали... А, нет, стоп, простите, фэмили премиум там не дабл-дабл, там кин-кин, там две двуспальные кровати. Если путешествуют с детьми, запомните эту категорию номера. То есть как бы один номер, но все поместятся и всем будет комфортно. То есть это не метр 40 дабл-дабл, а это именно 2 на 2. Какая максимальная вместимость получается? 2 плюс 2 там можно. Давайте я вернусь. И диванчик еще какой-то стоит маленький. Нет, мы его не застеляем, не пытайтесь застелить. То есть здесь 2 плюс 2, но здесь будет действительно очень комфортно, потому что у нас в центрах есть такая политика дабл-дабл, но это все-таки метр 40 на 2. То есть, наверное, для двух взрослых не совсем прям будет, ну вот, не развалишься, да. А вот здесь действительно очень будет комфортно. Вот, поехали дальше. Рестораны, бары, как я отметила, здесь великолепные. То есть будет, где вашим VIP-туристам потусить. Вот, Red Sky, 56-й этаж, невероятная атмосфера, колоритно, очень классно. Барная карта классная. Ну и вот этот шампань-бар, где подают шампанское. То есть все очень-очень хорошо. Главное, чтобы голова не закружилась после ограниченного количества шампанского в баре. Все там хорошо, даже если шампанское выпьешь. По инфраструктуре все самое необходимое есть. Бассейн есть, спа-центр, фитнес-центр, сауна, два теннисных корта есть. И во всех отелях, чтобы я не повторяла, во всех наших отелях Центара бесплатный Wi-Fi везде. Ну и круглосуточный Club Lounge, который можно в любое время прийти, и он доступен только для клубных номеров. Ну и конгресс-центр. Вот так. Вот это бассейн идет. Не буду говорить, какой этаж, но это 20 какой-то там, 24 что ли этаж, просто не помню. Вот, то есть это высокий этаж, опять же такой вид красивый, туристов там очень мало, чтобы было приятно прийти с утра поплавать. Вот, все рабочие. Ну и конгресс-центр, то есть, как я сказала, он для майса идеально подойдет. Вот, у меня все по Мангкоку, сейчас мы отправимся на пухец. Вопросики ваши в чат слушаю, я вижу просто общие вопросы. Наверное, Ира, давай тогда тоже сразу спрошу, чтобы каждый раз не повторяться. По наличию русскоговорящего персонала в отелях Центара. Смотрите, в Бангкоке у нас русскоязычного персонала нету в бангкокских отелях. В других отелях я буду говорить, где будет русскоязычный персонал. И сразу спрошу про программу лояльности. Как для туристов, для гостей, которые самостоятельно бронируют, либо приезжают регулярно в отеле цепочки. Есть ли для них какая-то система комплиментов, бонусов, скидок? Система лояльности для ваших партнеров и агентов. Есть ли такое? Смотрите, первое, начнем с агентов. Программы лояльности для агентов у нас, к сожалению, на данный момент нет. Вот, мы сейчас это все рассматриваем, но пока мы все рассматриваем. Как будет, мы, естественно, всем сообщим о программе лояльности именно для агентов. Что касается туристов, есть программа лояльности The One, Centara The One, где туристы могут зарегистрироваться и копить баллы. Копить баллы за спа, за рестораны, то есть всегда как бы, ну, везде, куда они ходят, в отеле, да, где они платят, они будут копиться баллы, потом их можно будет потратить, опять же, на проживание, на еду, на массаж, то есть все вот эти очки. И что касается вот проживания, да, хотела бы обратить внимание, что если туристы бронируют через туроператоров, тогда программа лояльности для них, вот это The One, не действует. Вот, программа лояльности действует только, если бронируется на официальном сайте. Это политика, в принципе, не только нашей семьи, это мировая политика такая, что именно за брони от туроператоров не начисляются бонусы. Вот такая, но, системы, но они могут копить, опять же, растраты, которые, да, делают непосредственно в отеле. Поехали дальше. Да, у нас остановка следующая на любимом вашем Пхукете. Да, поехали на мой любимый Пхукет, в самый мой любимый отель, Centara Grand Beach Resort Пхукет. Безумно люблю, мне кажется, в нем сочеталось все самое лучшее. Это место, локация Пхукет, место расположения. Вы видите, самое начало пляжа Корон, дальше ничего нет, непроходной пляж. Вот, к инфраструктуре очень-очень близко. Вот, потому инфраструктура сюда идет, здесь у нас гора. Вот, и туристы практически других отелей сюда не доходят. Пляж шикарный, поющий песок, великолепная инфраструктура, разные варианты размещения, есть отдельно стоящие виллы, есть ленивая речка, есть несколько бассейнов, в том числе бассейн для взрослых, который отдельно стоит, и где вот именно могут, да, в тишине, в спокойствии туристы наслаждаться отдыхом. Это основная часть. Здесь у нас барчик прямо в воде, прекрасно можно чашечку кофе, как я люблю кофе, и tea time, да, в 5 часов, у меня всегда кофе time, как я говорю, и наслаждаться шикарным закатом, потому что закат именно вот с этой стороны. Это вообще шикарно. Вот, вот здесь у нас детская комната находится в этой части. Лежаки у нас находятся по территории отеля. Вот прямо к пляжу лежак невозможно вытащить, имейте в виду, то есть по кромку отеля. Но здесь, пожалуйста, все прекрасно, то есть ты лежишь, наслаждаешься рассветом, если надо, закатом, вот, и, в принципе, пошел поплавал, ввернулся на свое полотенечко, на свой лежачок, комфортно лежишь и отдыхаешь. Вот, потому как бы отель классный, отель, знаете, он действительно тайский, как я говорю, хотя мы говорим, что он сделан в таком архитектурное решение сильно португальское, да, но все-таки, по моим ощущениям, это тайский. Это дерево очень много, он очень зеленый. Вот насчет зеленый будет по номерному фонду, я скажу, многие просят, что Ocean View хотят, но из-за того, что он очень зеленый, действительно, вот, вид на море ограниченное, вот, правда, с номеров. Что еще нужно отметить? Помимо того, что у нас есть детский клуб для самых маленьких, есть и зона для тинейджеров со всякими присталками, бильярд, настольный теннис, то есть все там очень интересно. Есть теннисный корт, потому что это тоже сейчас такое модно стало, такой тренд, как я говорю, многие спрашивают про теннисный корт. Здесь он есть. Итак, базовая категория Deluxe и Deluxe Ocean View. Вот если вашим туристам нужен действительно вид на море, выбираем Ocean View. Есть Deluxe Ocean View и есть Deluxe Spa Ocean View. Вот, тогда вид на море будет. Со всех остальных категорий номеров это не гарантировано. Например, у нас есть сьюты, да, которые у нас, будем так говорить, отели с девяти зданий одинаковых, и в каждом здании одинаковое количество номеров. И вот, например, сьюты, да, люксы, они на первом этаже. И только крайние, вот с них видно немножко море. Вот, их всего два, с одной стороны и с другой стороны. Все остальное идет у нас как бы без вида. Видно территорию на зеле. Потому вот, да, гарантировать, когда меня просят, вот, пожалуйста, вот мы увидели на картинке, это очень сложно. Мы не можем выселить одних туристов и заселить других. Обращайте внимание на это. Либо же это вопрос коннекта. Дайте, пожалуйста, коннект. Отель всегда старается предоставить коннект, тем более, если это с детьми едут, и они маленькие, две комнаты. Но это, как мы говорим, subject availability. Если нет сегодня, всегда можно подойти на ресепшн и попросить. Это не только этого отеля касается в целом. Да, попросить, когда будет ближайший номер коннект. Бывает такая высокая загрузка. Мы, конечно, сейчас будем переходить плавно в сезон более низкий. Вот, то есть наличие номеров будет больше, но в высокий сезон это действительно очень сложно. Всегда ставьте ремарки, это самое главное. Вот, а отель будет максимально ориентироваться на, как бы, запросы туристов. Итак, Deluxe. В чем плюс этого номера, что здесь есть диван для одного человека? Обращайте внимание, есть у нас double-double кровать, это именно метр сорок на два. Они есть Deluxe и Deluxe Ocean View. И в двух случаях, и в King, и в Double-Double у нас находится Sofa Bed. Она не раскладывается, покажу на картинке. Далее у нас идут номера, Premium, Deluxe, Deluxe Ocean View. Это номера, где мы можем максимум два человека поселить, и до кровати там некуда ставить. Обращайте внимание туристов. То есть здесь, если едет четыре человека, мы берем два номера. Потому что Deluxe часто первые уходят. Ну, вот такая тенденция есть. И потом мы поехали, куда мы можем заселить четыре человека. Это Premier Spa. Вот, этот номер, что такое Spa? Spa, это всегда будет в шакузе у нас в отеле. По номерному фонду. Итак, можно даже сразу записывать. Deluxe, Deluxe Ocean View. Они находятся на втором и на третьем этаже исключительно. То есть выше мы не поселим, а у нас четырехэтажное здание. Дальше, Deluxe Spa и Deluxe Spa Ocean, они находятся на четвертом этаже. Premier Spa находится на четвертом этаже, только на четвертом, угловой. Там большая очень идет балкона, буква Г. Вот, и дальше поехали. Сьюты, где наши сьюты переключаются. Deluxe Suit Private Pool, Premier Suit Private Pool. Это номера, которые находятся на первом этаже. И вот здесь, в Федноморе, очень сложно, ну, вообще нереально сделать. Как я сказала, у нас там несколько номеров. Вот, и есть у нас виллы. One Bedroom и Two Bedroom виллы, которые отдельно стоящие идут. Поехали дальше. Вот так выглядит базовая категория. Вот, вот этот диванчик, вот как он есть, вот так мы его застелим. То есть он больше не раскладывается. И вот так выглядит Double-Double. Здесь максимум четыре человека. Два взрослых и два ребенка мы можем поселить. Идеально для семей с детьми. Вот. И поехали дальше. Premier Spa. Это тот, который я говорила на четвертом этаже, угловой. Вот здесь хорошо видно, видите, вот это все, все, это балкон. И здесь же джакузи, вот она. Здесь мы можем тоже, если это King Size Bed, то это два человека мы можем только поселить. Если два плюс два, либо же два плюс один, то мы сели в Double-Double. Здесь вот такая креативная, это, как она, душевая. Мне прям очень нравится. Вообще, я считаю, этот номер для влюбленных пар. Вот, правда, за счет... Плозрачный душ. Да. Ну и плюс джакузи, это вообще шикарно, наслаждаться закатами, рассветами. Вот. Мне очень нравится. Deluxe Suit Private Pool. Это те номера на первом этаже. Есть как и King, где два человека мы сели, есть Double-Double. Вилла One-Double. А бассейн большой правит пул по размерам? Ну, где-то два на два, они небольшие. Маленькие такие, да? Да, да, они маленькие. Вот это в виллах, они чуть побольше, где-то два на три. То есть, ну, прям там можно поплавать. Ну, как, детям больше, я бы сказала. Окунуться. Окунуться, да. Но дети поплавают, почему? Маленькие дети будут отлично поучить их плавать. Ну, взрослым, да, это чисто окунуться. Тусовку строить, например, ну, я так, образно говорю, там, какой-то вечеринку. Пулпать. Пулпать. Да. One-Bedroom, Two-Bedroom. Итак, у нас гостиная. Кстати, в виллах у нас везде есть кофемашина. Для любителей кофе это огромный плюс, знай по себе. Вот терраса, где лежаки стоят, где бассейн. В гостиной у нас стоит такой буквой П диван. И если это One-Bedroom, то здесь будет одна спальня скинг-сайз-бет. Если это Two-Bedroom, то у нас появляется еще одна спальня с двумя раздельными кроватями. Вот. По ресторанам, барам и по питанию. Отель предлагает BB, Half-Bord, Full-Bord. Три ресторана. Это международный ресторан, где сервируются завтраки, шведский стол. В обед с шведского стола нету, а на ужин и бывают тематические пару раз в неделю. Вот. Там шоу всякое, то есть интересно здесь. Спрашивают меня часто Half-Bord, Full-Bord. Вот, в принципе, в этом отеле имеет смысл, имеет место быть Half-Bord, потому что обед, ужин можно менять, например, на обед. И территория предполагает, что туристы будут, в принципе, целый день находиться в отеле. Ну, потому что там хорошая инфраструктура. Водный парк с ленивой речкой, четыре бассейна, детский бассейн, горки, джакузи. В общем, все-все здесь в отеле классно есть. На данный момент в этом отеле русскоговорящего персонала пока нет. А вот по, извини, перебью, пока там был вот этот список активностей, а по вечерним каким-то активностям, по развлечениям, анимация вечерняя, такое развлекательное. Ну, так такового, знаете, это не Турция, бывают тематические вечера несколько раз в неделю, это более к выходным, пятница, суббота, воскресенье. И получается, что, да, там могут какое-то файер-шоу сделать. И все. В детском клубе, кстати, есть активности для детей, там прям расписание есть, можно приходить, давать детей, с четырех лет самих оставлять, где будут ими заниматься. Но именно такой анимации, как вот в Турции, такого нет. Там есть музычка такая веселая, то есть в течение дня, ну, как бы, в принципе, не скучно абсолютно. То есть все там хорошо, все там весело, барчики есть, вот, потому там все очень хорошо. Вот. Но такого, как в Турции, нету. И я вот вижу, вижу, комментарий был про, спрашивают, вилла с одной спальней, размещаете 2 плюс 2? На диване один может быть, второй дом в кровать. Но дом в кровать всегда за доплату. Угу, окей. Да. Переходим на пляж. Пляж, ну, я сказала про пляж, что мы на самом начале пляжа Корон, лежаки у нас вот по кромку отеля, дальше мы не ставим. Шикарный пляж, но здесь абсолютно, то есть это мой самый любимый, один из самых любимых пляжей. Вот. Теперь с вами поплывем, поедем, давайте на Тук-Туке поедем, на Майкао. Это будет долго на Тук-Туке, но тем не менее. У нас там есть путиковый отель, именно вот, да, Майкао Dream Villas Resort & Spa. Manage by Centara. То есть мы, он у нас, этот отель, как бы в управлении. Мы находимся на самом пляже. К инфраструктуре здесь нужно будет, как бы, пройтись, либо же проехаться, потому что ехать, идти минут, ну, как бы, 10-15. Вот. Здесь, когда ты приезжаешь в отель, да, рядом у нас там река и, в принципе, ничего, ну, не река, а озеро. Там озеро можно ходить, медитировать, и, в принципе, ничего больше нет. Заповедная зона, очень хороший здесь тоже пляж, но это Майкао. То есть здесь нужно понимать, что глубина сразу идет. Вот. Не так, как, да, на Короне. Корон больше вот для детей подойдет. Майкао тоже, в принципе, я с ребенком была, все нормально. Да, там глубоко, ну, как бы, быстрее. Это есть такое, но все довольно комфортно. 20 вилл, роскошные виллы. Здесь удобно, что они большие, и можно селить, много людей есть, и это 3-бедром. Есть 1-бедром, есть 2-бедром и есть 3-бедром. На территории есть бассейн, море, и в виллах есть на каждой вилле тоже бассейн. Спа-центр, фитнес-центр, детская комната, игровая зона. По номерному фонду. Вилла 1-бедром, вилла 2-бедром и вилла 3-бедром. Вот, если посмотреть, да, была картинка, сейчас я все-таки к ней вернусь. Вот у нас в бич-фронт есть виллы 1-бедром и 2-бедром. Они находятся вот здесь, вот этот ряд. А 3-бедром у нас находятся все вот здесь. Вот, и есть 1-бедром здесь, и есть 2-бедром. Обращайте внимание, но 3-бедром в бич-фронта нет. То есть в бич-фронт, это имеется в виду, что, да, близко к пляжу. Но я не могу сказать, что это типа а-ля Мальдивы. Раз ты вышел, и вот уже твой кусочек пляжа. Здесь немножко все-таки другая история идет. Вот, поехали дальше. Как это выглядит 1-бедром вич-фронт, вилла. Огромная гостиная, полностью укомплектованная кухня со всей утварью. Пожалуйста, можно готовить, кто хочет. Есть кофемашина, есть бассейн. Вот он, у каждого есть зона для принятия солнечных ванн, то есть терраса с лежаками. Вот так выглядит спальня, да, если это 1-бедром. Если это 2-бедром, появляется еще одна спальня с двумя раздельными кроватями. Если это 3-бедром, то еще одна спальня с двухспальной кроватью. Если мы доп-кровати ставим, мы ставим, в принципе, их вот здесь в гостиной. Либо же можно спать на диване, ну, например, если это дети. Потому что все доп-кровати у нас за доп-плату во всех отелях. Обращайте внимание. Ну, вот так вилла 3-бедром, то есть это 2 этажа идет и 2 бассейна. Вот, вот такой отель. По питанию есть BB, хауборд, фулборд. Два ресторана. Бар один на пляже, один в середине. Здесь тоже на усмотрение туристов. Можно брать и хауборд, почему нет, можно и фулборд взять. Но я как бы, ну, здесь вот советчик, как бы, нужно смотреть. Я не смогу посоветовать, да, потому что здесь нужно прочувствовать туристов. Какой их план и вообще, насколько они, для них есть ограничения по бюджету. Может быть, кто-то хочет заранее все оплатить, да, заплатить за фулборд и, пожалуйста, ни о чем не думать. Но все-таки, мне кажется, туристы, которые сюда едут, они, как бы, для них это будет дискомфортом, да, если вот то, что припейт у нас, как мы говорим, лучше выбирать там по меню. Вот. Ира, а ты вот сказала, кухня есть, можно готовить. Пожалуйста. Собственно, за пределами отеля есть какая-то инфраструктура? Нет, нет, я говорила. Где это вот все, собственно, купить, чтобы готовить? А ты на машине можешь доехать, там ехать, в принципе, 3 минуты, там очень близко, ну, либо же 10-15 минут идти, кто как ходит. Инфраструктура там вся есть, то есть магазины 7-11, пожалуйста, массажи, кафе, рестораны, но вот именно вышел с отеля, нету такого, вот прям вышел-вышел, там озеро, вышел и озеро для медитации, ходить так вокруг. Собственно, ничего на отдыхе готовить, надо только медитировать и отдыхать. Окей, хорошо, идем дальше, к инфраструктуре. Да, инфраструктура, вот это идет бассейн общий, детская чаша, здесь вот джакузи, буль-буль-буль-буль делают, и вот выход к пляжу, да, на пляже лежаков, знаете, они там есть, но они такие, знаете, как гамаки, а все остальные, вот нормальные, обычные, да, эти лежаки, они стоят вот кабаны, вот на территории отеля, а вот здесь, прям-прям, вот-вот-вот здесь, есть прям в самом пляже, там такие гамаки, можно тоже лежать. То есть очень уединенные отели, вы знаете, по моим ощущениям, это загородная дача, только тайская дача. Хорошая дача, хорошая тайская дача. Да, только имейте в виду, что это не для VIP-отеля, вот не те, кто едут на, налетят на бизнес-классе, у них фаст-трак, это немножко, ну, обычная вот пятерка, да, 4 плюс 5 звезд, потому что у всех троператоров эта пятерка идет. 4 с плюсом, 4 делакс, 5 звезд, вот такой это уровень отеля. Вот, так что вот так. Итак, поехали дальше. А, и в этом отеле, кстати, есть русскоговорящий персонал, вот там и консьерж есть, там есть и на ресепшене, потому в Майкао там очень-очень прям русскоязычные люди присутствуют. Мы же едем, собственно, на дачу, нам нужен комфорт, собственно, поэтому... Итак, Центара Ката, один из любимых отелей, да, российского туриста, есть Центара Корон, был Центара Корон, который очень все путешествовали, ездили, останавливались в прошлом году, а в этом году у нас Центара Ката. К пляжу, значит, мы находимся на Кате, выходишь, все рядом есть, но к пляжу нужно пройти, или же, пожалуйста, проехаться на бесплатном автобусе, который курсирует где-то раз в час, но они меняют в зависимости от сезона, в высокий сезон, в принципе, каждый час, более низкий, да, летом там интервал чуть побольше, ну, где-то 6-8 раз в день точно. Вот, пожалуйста, бесплатный автобус, там 3 минуты ехать. Выходишь, все есть за пределами отеля, то есть локация очень хорошая. Отель классный для семейного отдыха, вот прям классный, потому что здесь есть, во-первых, варианты размещения для семей с детьми удобно, да, в одном номере, например, виллы там есть, ну, не виллы, а сьюты, да, люксы. Вот, здесь, в принципе, мы предлагаем и дабл-дабл семейные номера, здесь хорошая инфраструктура, 3 бассейна, горка есть, вот она, здесь все плохо видно, горка, есть зона брызгов, да, сплэш-зона, как мы говорим, то есть это площадка только под открытым небом с водой, есть детский клуб, то есть отель шикарно подходит для семейного отдыха, но нельзя исключать пар. Парам тоже подойдет отель, потому что есть отдельно бассейн для взрослых, он спам, называем его, он так в глубинке отеля, вот, очень удобно, там можно спокойно себе проводить время. Вот, поехали дальше, номерной фонд, номерной фонд у нас Делакс Гарден и Делакс Пол Эксис, есть Кинг и Твин, то есть здесь максимум 2 плюс 1, обращайте внимание, если нужно 2 плюс 2, то это фэмили, сразу фэмили, значит семейный, и там 2 кровати метр сорок на 2, есть ванн-бэдрум и ту-бэдрум сьюты, вот, расскажу, в чем преимущество их, вот так выглядит Делакс Гарден, будем так говорить, ничего такого особенного нет в отеле, да, он в простых тонах, уютный, но действительно очень-очень комфортно. В каждом номере есть, кстати, мойка, вот что мне понравилось, помимо того, что у тебя там, то, ну, как бы, самузел, да, есть, там свой есть умывальник, здесь есть, вот здесь, где можно фрукты помыть, например, да, или фрукты помыть, вот, есть чайник, есть набор кофе и чая, вот, в каждом номере. Делакс Пол Эксис, что это такое? Эти номера находятся все на первом этаже, и они будут именно к бассейну, выход. Вот, удобно для семьи с детьми, действительно, очень удобно, потому что дети бегают постоянно, и ты можешь прямо вот со своего номера, да, не надо заходить в общее здание, проходить, заходить в двери, заходить прямо со стороны, да, бассейна. Вот это, кстати, очень удобно, и это всегда первый этаж. Фэмили Рум Пол Эксис тоже есть, две кровати, метр сорок на два, и тоже выход, ну, со своей террасой. Это не балкон, это скорее больше терраса идет. One Bedroom, Two Bedroom, значит, какие преимущества номеров? Первое, это то, что здесь есть гостиная, здесь есть мини-кухня, тостер, холодильник, микроволновка, даже есть плита, можно готовить, пожалуйста, есть обеденная зона, здесь бокалы вина, плохо видно, ну, вот этот стол, в каждом номере там немножко по-разному, где-то посередине стол стоит, и сюда пошла спальня. Если это One Bedroom, то спальня с двуспальной кроватью. Вот этот диван раскладывается, все мне спрашивают, а как он раскладывается? Смотрите, здесь выдвигается еще сюда, то есть он сам-то не раскладывается, но здесь выдвигается еще одна кровать, ну, то есть одно спальное место. Получается вот так мы спим, ну, вот так, ну, вот так. То есть для разнополных детей вообще отлично, мне кажется. То есть вот так раскладывается наш прекрасный диван. Вот. По ресторанам, здесь два ресторана, Seasons это международный ресторан, где сервируется завтрак, шведский стол, Waves это возле, в зоне бассейна. Есть бар в бассейне, прямо в самом бассейне, можно тоже классно сидеть. Халборд, фулборд тоже есть. Не знаю, в принципе, можно халборд взять, ужин меняется на обед. Возможно, сегодня туристы, например, пробудут в отеле, пообедают в отеле, например, поменяют ужин на обед, вечером пойдут куда-то гулять, завтра они поужинают. То есть если кто-то хочет сэкономить и предоплату сделать заранее, можно попробовать взять халборд, с учетом того, что, в принципе, можно менять ужин на обед. А по детскому меню, что нам расскажешь? Слушайте, во всех отелях у нас есть детское меню, даже шведский стол на завтрак сервируется в пятерках, отдельно есть прямо детская зона. Там йогурты стоят, кашка стоят, ну вот так, то есть там что еще стоит? Какие-то конфеты я помню, вот я что-то так запомнила, думаю, конфеты. А, эти вафли там есть. Вот, то есть, в принципе, детское питание, ну, как бы такое условное есть, но для малышей баночки надо с собой брать. Все с собой. Да, для малышей нет, не совсем. И вот тоже по номерам. Номера такие, скажем так, достаточно минималистичные, да, то есть, но при этом в таком стиле, в тайском стиле, как многие отели похожи вот на Кате, по свежести номеров. Когда была последняя реновация, ремонт в номерах? Хороший вопрос. Ну, смотрите, мы постоянно что-то обновляем, то есть мы не закрывали отель, не делали полностью реновацию отеля, но мы постоянно что-то обновляем. То есть, если там мы видим, что нужно что-то заменить, там сантехника, условно, все меняется. Но глобальных реноваций в отеле не было, обращайте внимание. То есть, это, ну, такой важный момент. Я не могу сказать, что номера в не очень хорошем состоянии. Нет, номера в хорошем очень состоянии. Когда я приехала в него, мне действительно очень понравился отель. На фоне Центара Каты тогда, он просто вообще был супер. Отель. Да, я ездила когда 23-й год, 22-й, конец 22-го года, я была, кстати, на Пухете, вот, этого еще не ездила. Так что, вот такая вот история. Ну, в целом, номера хорошие. В целом, все там хорошо. Отель, цена, качество. И номера в том числе. Вот это, кстати, на картинке бассейн, который чисто для взрослых. В тихой зоне. Вот там лежачки, бассейн, можно читать книжечку лежать. Детский клуб есть. В этом отеле тоже русского язычного персонала, к сожалению, нету пока. Детский клуб сколько лет? Понимает. Принимает, пожалуйста, хоть и с годика, но до 4-х лет нужно сопровождение взрослого. Вот, это очень важно. Да, знать. Бассейн со слониками, как мы его называем в народе. Вот. И вот смотрите, вот эти All Access, вот они все эти номера. Вот здесь, видите? Вот, вот здесь. И вот за второго бассейна в том числе. То есть это всегда первый этаж. Если кому-то прям принципиально нужен первый этаж, бронируем Pool Access. Потому что приходят ко мне запросы, бронируют Deluxe, опросят Deluxe Pool Access. А он зато плата уже. И мы сейчас с вами познакомимся с нашей Центарой Корон, прошу прощения, отель, который мы закрыли на реновации. Вот то, что мы все любим, реновация. Мы откроемся, дай бог, господи, к ноябрю, к декабрю месяцу этого года. То есть к следующему сезону. Да, мы будем все анонсировать, конечно же, про дату открытия, если будет что-то подвигаться или еще чего-то. То есть мы всегда будем держать вас в курсе. Вот. В телеграм-канале это первое, где мы всех держим в курсе. Дальше уже идет рассылка и новости у всех партнеров. Вот. Отель полностью реновирован. Будет прям полностью. Локацию все знают, наверное. Это шикарная локация. Это центр Корон, к пляжу близко. Так, выходишь, все есть. То есть вот локация у него просто шикарная. Что будет? Вообще будет отель, мы поделим его на четыре зоны. Террас. Это будет такая тусовочная зона, да, модная для, ну, я бы так сказала, для тусовки взрослых. The Lagoon. Это игровая зона всевозможными развлечениями будет для детей. Tropical. Это будет такая тихая зона, да, где туристы хотят в гости почитать книжечку, в тишине, в спокойствии побыть. Потому что территория большая, там есть где разбежаться и за вилла. Там будет приватность, там будут виллы находиться и там будет такая, ну, зона спокойная, более такая уединенная. Вот, разные будут варианты размещения, делаксы и будут, ну, как бы кабаны, коттеджи, виллы отдельно. То есть все на любой вкус, на любой кошелек мы все предложим. Это, знаете, вот этот отель будет тоже в таких минималистичных тонах, ну, как бы в дизайне, в интерьере. Чем-то он у него резерв напоминает. Вот первая фотография, которую можно показать. Вот это, кстати, номер. Вот он реально наш, кто знаком с резервом, что-то есть от резерва. Вот этот минимализм, дерево. Вот вот эти отдельно стоящие коттеджи. Вот они, видите, будут так немножко, ну, открыты для солнца, то есть для солнечных лучей. И, как бы, будет очень классно. Вот эта фотография, насколько я там вычитала, фитнес-клуб и китс-клуб. А, нет, не фитнес-клуб, и зона для тинейджеров. То есть там будет интерактивная зона, действительно, с такими приставками. Кто знает наш дубайский отель, я думаю, что-то похоже со всеми интерактивными вот этими штуками. Лего же Мираж наш в Паттайе. Вот, и для маленьких китс-кэмп-сафари. Вот так, вот такой дизайн. Отель будет утопать в зелени. Зелень мы никуда не убрали. Она как была, так и будет. Вот, разной категории будет номеров. И здесь уже, видите, в основном здании, в основном здании будут супериоры у нас. Потому что кто продавал его, тот знает, что есть основное здание. И есть отдельно стоящие коттеджи. И есть, он так говорит, такие домики, да, здания, которые малоэтажные. Сколько я помню, не трехэтажные были, насколько я помню. Вот супериоры, они у нас раньше были в основном здании. Так это и останется. Только будет здесь разделение. Уже и дабл-дабл появится для 2 плюс 2, что очень удобно. Твин и кинг будет. Будет у нас на девятом этаже. Делакс, там типа с террасой, как я понимаю. То есть, чем выше этаж, тем дороже. Вот. И мы отдельно сделаем номера для туристов с ограниченными возможностями. То есть, не будет такого, что, да, поселили, например, говорят, вот у нас есть номер только такой, да, там, ну, есть люди, действительно, не хотят в таком жить. Вот, пожалуйста, а кому нужно именно такое, можно отдельно бронировать. То есть, это будет прям отдельно номер. Их несколько штук, 4 будет, насколько я помню, всего на весь отель. Но это будет очень удобно. Вот такой отель, в принципе, наверное, а, по ресторанам, по барам. В каждой зоне, вот то, что я объявляла, Tropical, будет отдельно бар, будет отдельно бассейн. То есть, не надо будет ходить там с одного бассейна, с бара в другой. То есть, это будет тоже очень удобно. И будет уже 2 ресторана, раньше был один. Что тоже удобно, возможно, будут туристы брать там и на каком-то питании, не только на завтраках, но и вообще просто будет выбор, куда сходить. Потому что один ресторан, это как-то совсем мало, вот, ну, по моим ощущениям. А два, это уже как-то поинтереснее. Есть выбор. Да, и вот еще одна фотография, все, что есть. Понятно, что он сейчас в таком состоянии не для фотографий, то есть, это все макеты, но, тем не менее, как это будет все выглядеть, представлять можно уже сейчас, исходя из этих фотографий. Вот, так что вот так. Вот такой отель. Ждем открытия. Да, ждем открытия. Ждем открытия. Ну, я думаю, в ближайшее время мы уже начнем это делать. То есть, вы увидите его в выгрузках у партнеров. Попухет у меня все. Вроде двигаемся неплохо. Да. Двигаемся теперь уже на Паттайю. Да. Коллеги, Паттайя прекрасно. Вот кто бы, что бы ни говорил. Безумно люблю Паттайю. Мне кажется, это тот регион, где можно совместить пляжный отдых и экскурсионку, потому что Паттайя богатая на экскурсионку. И мы можем, как Центара, предложить разные отели для разного туриста, исходя из их желаний и планов на путешествие. Центара Гран Бич Резорт Паттайя. Семейный отель с великолепной инфраструктурой. Сегодня о нем расскажу. Я не буду говорить о Центара Паттайя, Центара Новая, Центара Азор и Центара Лайф, но я еще пару слов о них расскажу. Итак, что нужно знать. Вот Центара Азор, все вот эти отели, первое, да, нужно начать. Все эти отели находятся в тусовочной части, где Локинг-стрит, в локации, да, Паттайя. То есть близко к Локинг-стрит, где тусовки. Близко к пляжу, к общественному пляжу. То есть, но какой-то ближе, какой-то дальше. Ближе всего к пляжу находится Центара Паттайя, чуть подальше Центара Нова. Вот Центара Нова, он, мне кажется, самый один из последних, которые мы построили. И он самый действительно такой прям, ну вот он мне понравился. Он подойдет для семьи с детьми и просто для пар хорошо. Центара Азор и Центара Лайф по геню, они вместе находятся рядом. Не вместе, а рядом. Центара Азор для семейного отдыха тоже хорошо подойдет. Там есть и бассейн, и детская горка, и там есть в ресторане аквариум большой, что очень классно, рыбки, то есть, ну, мне очень понравилось. Центара Лайф в авеню, отел Паттайя, это кошерный отель, имейте в виду. Естественно, питание там кошерное. И вот гости, которые сюда заезжают, они могут завтракать в Центара Азор 2 минуты от одного ресепшена к другому ресепшену, идти там по такой дорожке скрытой, да, через задний дворик, можно так сказать. Вот, потому что вы сразу предупреждаете, чтобы их не смущали, почему нас отправили в другой отель кушать, потому что он кошерный. Центара Лайф Марис Джунген, сегодня о нем я тоже расскажу, про Козе тоже расскажу, у нас есть Козе, который рядом с Центарой Гран-Мираж. И на Кочанг мы тоже поедем. Надеюсь, мы все успеем с вами, потому что я буду очень быстро. Что нужно знать про Центарой Гран-Мираж? Первое, это то, что мы находимся на одном из лучших пляжей Паттайи, Лангомати. Нельзя скрывать. Второе, у нас ремонт. Ремонт наш длится уже давно, с прошлого года, с лета. Он продолжается. Мы пока не селим туристов в отреновированные номера. Расскажу почему. Почему? Потому что они намного дороже, это первое, и мы по контрактам их еще не даем. Третье, их очень ограниченное количество. Туристы могут только с букинга, либо же с официального сайта, к сожалению, забронировать этот номер, который отреновированный. Но имейте в виду, что так как, как сказать правильно, ремонт еще продолжается, там где номера вот уже отремонтированы, там еще другие ремонтируются. Потому что может быть шумно. Вот, потому не нужно, вот иногда меня просят поселить им новый номер. Это не всегда, сейчас это не всегда прям актуально. Вот честно скажу. Итак, по инфраструктуре. 555 номеров, две башни. Сейчас четверть закрыта номерного фонда, потому что мы ремонт делаем. Все номера у нас с видом на море. Писать ремарки, пожалуйста, с моим видом на море не надо. Все сюда смотрят. Туда у нас просто там идет холл, как я говорю. Великолепная территория, в середине один бассейн, здесь ленивая речка, здесь еще один бассейн. Вот здесь Lost World Adventures, это тематический парк, который был открылся в 2021 году для детей. Вот, здесь у нас ресторанчик идет, который быстро, как мы говорим. Здесь сплэш-зона, но ее не сильно видно. Вот здесь люди не живут. Вот, здесь у нас конференц-залы есть, спа и другие как бы ресторанчики, кафешки. То есть мы начинаем вот отсюда. Поехали дальше. Что у нас есть, да, как я сказала, что у нас есть сплэш-зона. Это зона, как сказать, брызгов и площадка, детская площадка, только под открытым небом. Очень интересно, очень классно. Есть теннисные корты, есть фитнес-центр. Пожалуйста, часто меня спрашивают про дейпассы, да, дейпассы есть. Пожалуйста, если туристы живут там в другом отеле, хотят прийти к нам отеле, они могут приехать и, ну, как бы. По стоимости примерно. Это тысяча бат стоит. На человека, да? Да, на взрослого тысяча бат, на ребенка поменьше, я не помню, то ли 500, то ли 600. И что включает? Пользование территорией и включает еще там депозит на еду в бестром нашем. То есть, в принципе, я считаю, что абсолютно недорого. Что еще есть? Есть у нас водные горки, аквапарк, вот, и есть ленивая речка, вот, на территории. То есть, этот отель действительно очень классный для семейного отдыха. То есть, люди сюда едут, вот, пары с детьми, чтобы взрослые отдыхали, потому что дети будут постоянно заняты. Там есть анимация такая, живая, как я говорю, акваэробику с утра там проводят. То есть, какой-то интерактив есть. Но, опять же, это не Турция, обращаю внимание. Это Паттайя, друзья. Да, это Паттайя, нужно помнить. Итак, по номерному фонду. С конца, с конца, наверное, с начала апреля, с конца марта у нас будет на данный момент такая информация. Вы можете не увидеть клубных номеров у партнеров, потому что мы их закрываем на реновации. Сейчас на марта не есть. Пожалуйста, бронируйте клубные номера. Клубные номера дают возможность у нас в доступ в клубный лаунж, которых два, семейный для семей, с детьми и для взрослых от 16 лет и старше. Вот. А вот с апреля месяца вы будете видеть Deluxe Ocean и Deluxe Family. Возможно, ситуация поменяется. Возможно, мы что-то еще откроем, ну, как бы, да, с нашего номерного фонда. Но пока есть информация такая. То есть, если вы не видите, то, возможно, это не то, что их нет в наличии, а они закрыты на ремонт. Клубные номера. Итак, Deluxe Ocean, это двухспальная кровать, два плюс один максимум. Deluxe Family Double Double. Эти номера все находятся с первого по восьмой этаж. Имейте в виду. Deluxe Spa Ocean Facing, вот про этот номер скажу, потому что он тоже есть. Это номер, который с джакузи, и они, эти все номера на третьем этаже. Вот, исключительно на третьем этаже. Вот. Есть сьюты, ну, люксы, есть Royal Suite, но все эти номера при любых раскладах, ремонт, не ремонт, всегда под запрос. Вот так это выглядит. Deluxe Ocean Facing, Deluxe Double Double. Вот. Это не реновированный клуб, вот такая вот креативная ванна, вот, которая закрывается шторкой для романтических путешествий. Но это, я жила в таком номере, мне очень понравилось, правда, в комном номере. Вот. И вот такой будет дизайн наших номеров в будущем. То есть это Grand Deluxe Ocean View после реновации. Но так, как я сказала, покамясь, мы не селим гостей в эти номера. По ресторанам ничего не меняется. Три ресторана, пожалуйста, есть BB, Half-Bord, Full-Bord. Можно менять обед на ужин, ужин на обед, обед на ужин, если это Half-Bord. Великолепная территория. Не буду повторяться, есть множество развлечений для всех гостей, как и взрослых, так и детей. Есть отдыхают дети, как я говорю, отдыхают родители. Lost World Adventure. Что это такое? Это зона, где можно вот оставить детей и по пути в аэропорт забрать, как мы говорим. Там все есть. Мастер-классы, там просмотр мультиков, там есть веревочный парк, там есть горки. Только как-то там они внутри проделаны. То есть это действительно зона такая детская, где могут дети действительно очень классно отдыхать. Но это за дополнительную влату. Детские клубы и зоны у нас тоже за дополнительную влату, там 300 бат. Вот, это не бесплатно. Это в день, да, на ребенка? Да. Спа, фитнес-клуб, все это есть в отеле. Ну и, конечно же, пляж. Пляж у нас с 16 лежаками. Вот. То есть только 16 лежаков. Ну, в принципе, это не есть проблемы, потому что в основном все на территории у нас отдыхают. Ну, вот это согласно муниципалитету Паттай. Мы больше поставить просто не можем. Ира, а когда закончится в целом вот ремонт в отеле? К сезону. К сезону, да? Да, ноябрь-декабрь. Вот так планируем. Вот. Мы будем анонсировать, но пока не стоит ноябрь-декабрь, что мы закончим. Есть еще такая, ну, внутренняя информация, что, возможно, будут еще какие-то дополнительные ремонтные работы на территории, но об этом мы сообщим. То есть, возможно, еще не будет этого. Не надо забегать вперед, пока официально нет. Ну, вот имейте в виду, что ремонт есть. Я не могу сказать, что он мешает. Нет, не мешает абсолютно, как бы, потому что все это делается днем, все это в здании. То есть, шум какой-то минимальный есть, но так как все туристы, в принципе, на территории отеля, да, они его не слышат. То есть, шум только в здании, фактически. Вот. Джао так много нету, абсолютно. То есть, скорее, единичные случаи. Пыли, грязи тоже нету, так как, опять же, это все в середине. То есть, пока все штатно, все хорошо, все нормально. Кстати, русскоязычный персонал Центара Мираж Паттайя есть у нас. Имейте в виду. Отлично. Центара Лайф? Да, двигаемся на Джамтьен. Джамтьен. Прекрасное место. У нас здесь очень хороший отель, семейный. Действительно, это трое. Ну, как бы, это вообще четверка, да, мы позиционируем, но по нашим стандартам это тридцать. Но это очень хорошее отель. Вот прям я в него приехала, мне действительно отель очень понравился. Он из новых отелей, но не совсем только открылся по меркам Таиланда, да. Современный, новый, есть инфраструктура для детей. Единственное, о чем нужно говорить всем туристам о месторасположении. Вот мы видим на картинке, что да, вроде как бы близко находится к пляжу, но на самом деле из-за того, что там есть другое здание, нужно обходить. Обходить это, ну, как бы по времени, ну, немножко затратно, да. Мы предлагаем шаттлбасс сервис бесплатно, он тоже курсирует по определенную графику, но очень часто в сезон, прям очень часто ездит. То есть вот это нужно учитывать при, ну, рекомендации, да, при бронировании туристам, что отель как бы к пляжу, ну, не совсем на пляже стоит. То есть на картинке вроде на пляже, но рядом, да, но там немножко нужно, в общем, проехать. Здесь 282 номера, есть номера с двухъярусными кроватями, есть с бассейнами, что очень удобно. Картинка довольно старая, в том плане, что здесь не видно, насколько он зеленый. Вот здесь прям зелени очень много. И вот первый этаж, это все номера с собственным бассейном, то есть, в принципе, там хорошая приватность идет для гостей. Вот эта территория, в принципе, ну, не вся, но часть его вот так вдоль идет бассейн, он еще сюда идет. Здесь детская зона, здесь есть еще горка, здесь ее, ну, либо же не было, когда фотографировала, либо же просто не видно. Вот, есть флэш-зона брызгок, тоже она в этой стороне. Дальше у нас здесь есть кафе, барчик здесь есть, прям, ну, вот здесь не видно, вот это он, где можно посидеть, коктейли выпить. То есть, в принципе, мне отель очень нравится, к нему вообще вопросов нету, вот правда. Но нюанс, что нужно объяснять туристу по поводу локации. Есть детский клуб на территории в стиле хоббитов. Скорее, это больше для маленьких, совсем маленьких туристов, да, ну, там максимум, наверное, до 8, до 9, до 8 лет. Будет интересно. Дальше уже я бы не сказала. Вот, как бы, ну, вот такая ситуация. Итак, по номерному фонду. Супериоры, базовая категория, кинг-твин, максимум по плюс 1. Если семья едет, бронируем сразу же фэмили, дабл-дабл, две раздельные кровати. Если кому-то нужно больше пространства, тогда мы в фэмили-сьют бронируем. Вот так выглядит базовая категория. Просторные номера, все самое необходимое есть. Ну, вот по поводу мыльных наборов, да, вот это все, кстати, часто спрашивают. Конечно же, в пятерках это более расширенный ассортимент. В тройках, в четверках более скромненько. Но, тем не менее, все мы предоставляем. Шампунь, кондиционер в этом отеле есть, шапочка точно помню. Вот, набор для чая, кофе. Вот это в этом отеле есть. Ну, как бы, ну, еще и что. Ну, больше ничего не помню. Водичка. Водичка, во всех отелях водичка у нас всегда есть и выполняется каждый день. Да, это самое главное. Фэмили-сьют. Вот это для семейный номера. Прекрасно, двухъярусная кровать. Сюда пошла гостиная и здесь спальня для родителей. Вот кто хочет немножко приватности, выбираем вот этот номер. Прям идеально. Ну, и премьер-сьют, прайвэт пол. Это те номера, которые на первом этаже. Здесь действительно приватность. Я хотела сфотографировать снаружи, у меня не получилось, потому что там зелени полно. Вот прям он зеленый-зеленый. Два ресторана, два бара. Здесь даже есть такие напитки. Ой, не напитки, а, как сказать, пакеты дневные. Покупаешь четыре коктейля, получается там шесть-восемь коктейлей. Ну, мне там, в общем, да, то есть вот такое промо, промо. В принципе, у нас и в Кате я видела такое, что там платишь за два, получаешь там четыре коктейля. То есть все это есть. Стараются как-то все-таки туристов радовать, радовать ценами. Вот, потому что здесь тоже есть. Здесь очень хорошие завтраки, нужно отметить сырые, сосиски. Причем несколько видов, что мне понравилось. Life cooking station, то есть прям готовят при тебе яичницу на завтрак. То есть, в принципе, либо же scramble eggs, либо же, ну, маршот, я не помню, что вот было. Вафли там, блинчики делают. То есть здесь вот в плане питания он прям вот очень-очень близко к нашему. То есть вот прям мне понравилось питание с детьми, прям хорошо. Вот как раз эта детская горка, да, небольшая, все-таки больше для малышей, как я говорю. Есть спа, есть фитнес-центр. Ну, и, как я сказала, бесплатный трансфер до пляжа и до центра фестивалов. Если пешком идти, ну, пешком, наверное, ну, кто как ходит, ну, минимум, наверное, 15 минут займет. То есть от отеля к пляжу, да, есть такое. Вот это детский клуб. Ко Чанг, а, Centara Life, Джам Тьен, там тоже есть русскоязычный персонал. Там тайка, который говорит по-русски. Это, конечно, очень интересно, но там очень персонал прям ориентированный, клиентно-ориентированный на 100%. Прям вот у меня, ну, вообще у нас во всех отелях, но там вот эта тайечка, она прям, вот прям трусится. Старается. Да, прям вот молодец. Centara Ко Чанг, то хотелось бы вот преимущество, да, отеля сказать. Отель первое очень зеленое, второе, он на первой береговой линии. Рядом выходишь, ну, пять минут проходишь, и вся инфраструктура Ко Чанга. То есть этот отель действительно вот для тех туристов, для семьи с детьми, для пар, где туристы хотят вот спокойствия немножко, отдохнуть. Которые, в принципе, не едут за тусовками, но любят выходить, куда-то гулять. Возможно, какая-то экскурсионка, потому что там действительно есть что посмотреть на Ко Чанге. Вот, то есть вот так вот для тех туристов, наверное, Ко Чанг. Вот, здесь вот фонтанчики есть, всякие озера есть там. То есть действительно вот такая, знаете, вот Таиланд, Таиланд, и вот природа-природа в этом отеле. Очень классный отель, правда. Разные варианты размещения. Что нужно помнить, что в Супериоре у нас нету двух спальной кровати, только твины. Обращайте, коллеги, пожалуйста, внимание. Вот, если нужна кинг-сайз, бронируем с Делаксом. Как у нас размещаются здесь номера? Смотрите, у нас есть Кабаны, у нас есть Делакс, Суперио и Джуниор Сьют. Суперио и Делакс у нас находятся в основном здании. Это 9 двухэтажных зданий, и в них находятся Супериоры и Делаксы. Это первый, второй этаж. Дальше, Кабана Гарден, Кабана Оушен Вью и Джуниор Сьют. Это отдельно стоящий коттедж. В нем три номера. На первом этаже у нас Кабаны, Гарден или Оушен Вью, и на втором этаже у нас Джуниор Сьют. А если вашим туристам нужно прям отдельно стоящий коттедж, это премиум Делакс Кабана Гарден Вью. Вот, ну, потому что часто задают вопросы, как бронировать, потому что есть какие-то предпочтения у туристов. Вот так это все размещается, то есть, ну, вот так расположение наших прекрасных номеров. У всех вход будет отдельный, даже если это Джуниор Сьют на второй этаж, там будет отдельно вход, такая лесенка. И если это первый этаж, то это терраса, если это второй этаж, то это уже балкон идет. Но во всех номерах это присутствует. Суперия Гарден, вот так он выглядит, две раздельные кровати, потому что для Ханни Мунерсов, для молодожен Суперия не продаем. Были такие уже случаи. Вот. Такой сюрприз. Да. Извините. Делакс Гарден, вот так он выглядит, здесь диванчик, можно и здесь, в принципе, спать, как я говорю. Ну, это для смельчаков, потому что все равно комары есть. И двухспальная кровать, ну, либо же есть, например, дабл-дабл. Вот. Один ресторан, два бара. У них, знаете, что еще тематические вечера, они на пляже иногда сервируют ужины, то есть там буфет, например, либо же а-ля-карт, но все это можно на пляже. То есть всегда вот что-то интересненькое. На территории есть два бассейна, включая бассейн с джакузи, детский бассейн с водной горкой, есть прекрасный вариант. Вообще отель такой, знаете, живой. В чем живое, что там на территории йога с утра есть, акваэробика есть, пожалуйста, на пляже можно в волейбол поиграть. То есть, в принципе, там много-много развлечений. Можно арендовать, например, каяки поплыть, да, там снорклингом, кстати, тоже здесь занимаются, я не знаю, где там находят, но есть такое, то есть имеет место вы. Спа, прекрасный спа, вплоть до того, что они поставили прямо на пляже вот эти, как сказать, массажные, массажные, как сказать, кровати, да, и делают прямо массаж на пляже, и это стоит тех же денег, что вы пойдете в городе делать, то есть там около 400 бат. Но это от отеля, это совсем другой уровень. Пожалуйста, можно прямо на пляже каждый день себе баловать. То есть, другой вид массажа, нежели если привыкли в городе, на улице, на пляжах. Да, то есть, это от отеля, но такое вот промо, насколько оно продлится, я не знаю, но такое есть. Вот один из бассейн, сплэш, где горка, где вот джакузи, можно лежать, себе баловать, кстати, вот такое джакузи, это точно такое, я помню, в Дубае, в одном из очень дорогих отелей. Вот именно прямо что лежать, там прямо так, прямо лежишь, ты не просто сидишь, а можно лечь. Но неважно. Вот. Ну и спа. Ну что, Самуи, есть ли какие-то вопросы? Вопрос ты уже, в принципе, и озвучила, просто вижу много вопросов на Ютубе. По вай-фаю. Вай-фай во всех отелях бесплатен? Да, по всей территории, во всех центаровских отелях. В всех отелях. И вот было по качангу активности, йога, тоже все бесплатно? Да, это бесплатно, пожалуйста. Массаж, конечно, платно, водные виды спорта, такое как снорк, ой, не снорк, это каяки, например, там, лодку, то есть это все за доплату. Это все в аренду. Да, да, в аренду, но йога, пожалуйста, аквайробика, волейбол, на пляже, это все бесплатно. Вот это представляет. Окей, передвигаемся, наша следующая точка, путешествие Самуи. Да, на Самуи у нас, вообще безумно люблю Самуи, вот эту островную, островную самуийскую атмосферу. Единственный, наверное, недостаток, это то, что нужно сюда со стоповаром лететь, либо же через Бухет, либо же через Бангкок. Ну, как бы, с одной стороны, минус, да, это просто дополнительное время, дополнительные расходы на перелет, но с другой стороны, ты можешь за одно путешествие, две локации посетить. То есть в этом есть преимущества. Конечно, я люблю комбинировать больше с Бангкоком, Самуи, но очень многие, я слышу, с Пухетом комбинируют. Что мы можем предложить? Мы можем на любой кошелек предложить отели. У нас открывается новый отель Centara Live Lama и Самуи, 1 июля отель. Это будет именно бренд Live, да, Centara Live. Но у нас есть там четверка Centara Vila, Самуи, и есть Centara Reserve люксовый. Многие уже его знают, продавали. И есть Кози отели. Мы начнем, наверное, скорее всего, с нового отеля, потому что я вижу, что у нас не так много времени, хотелось бы презентовать действительно новый отель. Centara Live, он находится на Ламай. Если мы смотрим на карту острова, аэропорт у нас, ну вот сюда аэропорт пошел, сначала идет Чавенг, на Чавенге у нас Резерв и Кози, дальше идет Ламай, вот наш отель, и есть Натьен, это еще южнее. Вот все наши отели, сейчас я попробую вернуться, где там, да, слайд. Centara Reserve, он на Чавенге, Кози, Самуи, на Чавенге, то есть один из самых лучших пляжек. Centara Villas, он получается на Натьен, то есть более южнее. Centara Live, он получается посередине у нас. Вот 35 минут к аэропорту, очень современный отель, очень такой будет минимализм, но такой богатый минимализм, несмотря на то, что в принципе это недорогой будет отель. Это небольшой будет отель, 61 номер, что классно, если все-таки они воплотят это в жизнь, потому что я немножко не понимаю по кушеткам, как это будет. У нас будут там кушетки в номерах, которые предполагаются, это как ДОП-место будет бесплатно, то есть не надо будет ДОП-кровать за это. Мы знаем, что ДОП-кровать везде платный. Вот, к пляжу 400 метров, туда будет ТУК-ТУК ходить. Вот, возможно, будет еще какая-то зона на пляже наша, возможно, но об этом информации нет. Пляж там оборудованный, то есть в том плане, что можно в аренду взять лежаки, зонтики, и все там очень хорошо. Мы находимся в таком районе, где живут обычные, как резиденты Самуи, то есть брендовых отелей, в принципе, в нашей, в этой части особо нет. Вот, по номерному фонду. Не так-то много будет Делакс, Делакс балкони, премьеры, семейный будет с двухъярусными кроватями, где будет удобно проживать 2 плюс 2. В премьерах, в премиум фэмили-сюд будет, помимо того, что набор для чая-кофе, будет еще и кофемашины в этом отеле, что очень, ну, как бы классно. Вот такой дизайн. Действительно, чем-то мне наш Центара Резерв напоминает. Ну, вот что-то есть такое. Вот все наши отели уже в таком вот стиле пошли, да. Корон тоже самое, вот я-то замечаю, похоже. Ну, за исключением Патайского отеля. Там немножко другой стиль и все остальное. Очень приятный будет отель. Я уж прям сама хочу в него, если честно, поехать. Мне прям, ну, прям, прям хочется. Вот, но мы откроемся в июле месяце. Как раз... Очень сильный дизайн у вас, Ир. Да. Очень сильно. Перед сезоном, как мы знаем, на Самуи у нас сезон самый высокий летом, что очень хорошо. Вот такой у нас отель. То, какие есть фитнес-центр будет круглосуточный, будет открытый бассейн и один ресторан. Вот. Вот такая вот история с этим отелем. Стоп, я не заканчиваю. Я сейчас переключусь на другую презентацию. Так, могу даже сразу видео показать. Мы будем сейчас говорить. Может быть, узнать, о чем мы будем сейчас говорить и что это за отель. Короткое видео. Коллеги, может быть, кто-то узнает по любительскому моему видео, что это за отельчик. Не вижу. Коллеги, кто узнает? Да, это Центара Резерв. Резерв, конечно. У нас уже была и репрезентация с той коллегой Светланой, когда только отель открылся. Мы прям делали первый эфир, такой эксклюзивный для топ-хотел. Подробный, да, такой тоже двухчасовой, большой с презентацией. Вот только-только было открытие отеля. Отель как бы даже готовился к открытию, скажем так. Поэтому мы ждем уже информацию, что, собственно, вот сейчас. Что сейчас, да, в вашем отеле. Мы сейчас очень кратко, быстро пройдем. Так как отель уже продается, многие продают. Возможно, просто какие-то, ну, уточнения буду говорить и напомнить немножко главную информацию. Итак, мы находимся на Чавенге. Вот аэропорт, вот Чавен-бич, пляж. Вот, самый лучший пляж, в принципе, с мной есть. Здесь никто не поспорит. Все как бы будут согласны со мной. Когда туристы приезжают, у нас приветственный ритуал есть. Цветочки запускаем, коктейли пьем. Вот, то есть, действительно, здесь такой, знаете, высокий уровень сервиса в отеле. 184 номера, включая люксы и виллы здесь есть. В каждом номере у нас есть классный, вообще в отеле 5G интернет. То есть, здесь действительно можно коннектиться к телевизору, просматривать свои видео, фотографии. То есть, Wi-Fi здесь очень-очень, ну, как бы, высокоскоростной. В каждом номере есть мини-бар. Здесь его плохо видно, здесь коктейли, а не три коктейля. Есть графинчик с водкой, с виски и с джином. Вополняется мини-бар каждый день, ну, там по 100. В общем-то, зарядился и день свободный. Мини-бар, открываешь холодильник, там безалкогольные напитки, сок, газировки есть, вода, перекусы типа чипсов. И все это пополняется каждый день. Есть шейкер для приготовления коктейлей. Косметика для нее, для него халаты 100% на. Эти халаты, как раз те, которые с нами, у них можно, в принципе, выйти на территорию, например, в бассейне, условно я говорю, ну, то есть, или посидеть у себя на террасе. А есть отдельно банные халаты. Вот, 9 видов подушек. Пожалуйста, это тоже, как бы, услуга бесплатная, на, как бы, любой каприз, как мы говорим. Вот. По номерному фонду. Самое важное, что нужно знать, и что поменялось, вот, кстати, с того момента, когда Света, моя коллега, презентовала отель, Deluxe Garden и Deluxe Ocean мы селим только два человека. Никаких блок-кроватей мы не можем здесь поставить. Обращайте внимание. Есть King и есть Twin. Deluxe Pool Access. Вот здесь мы уже можем поселить 2 плюс 1. И дальше пошли все номера. Luxury Ocean, Reserve Ocean, Reserve Pool Suite. Это уже можно 2 плюс 2. Иногда вы у туроператоров не видите всего номерного фонда, потому что не все номера идут по контрактной цене. Почему? Потому что есть, вот, например, Reserve Ocean Suite. Всего 5 номеров. Мы не можем их, то есть, как бы, выставлять. Но под запрос вы можете все запросить. Пожалуйста, как бы, и вам партнеры все предоставят. 13 разных типов номеров, даже виллы есть. Сейчас мы более подробно о них поговорим. Deluxe Garden, Deluxe Ocean View. Базовая категория, где-то максимум 2 человека мы можем поселить. Вот так он выглядит. Вот такая двухспальная кровать, здесь мини-бар, балкончик. Эти номера на, насколько я помню, 2-й, 3-й этаж у нас только идут. Вот. Deluxe Ocean 3, Deluxe Garden 2-й этаж. Вот, поехали дальше. Почему-то вот так. Luxury Ocean View. Побольше номер, здесь уже 60 квадратов. То есть, если 40, то здесь 60 квадратов. Здесь можно 2, 3 взрослых, либо же 2 плюс 1. Здесь во всех номерах есть диванчики. Но диванчики мы не застеляем, имейте в виду. Ну, там всего-то его длина метр двадцать. То есть, везде нужно брать доп. кровать. И доп. кровать всегда за дополнительную плату. И Reserve Ocean, это самый высокий этаж. Это угловые номера, красивым видом всегда. В принципе, все номера смотрят на море. Но из-за того, что отель очень зеленый, иногда бывает, что, конечно же, есть, ну, как бы деревья, которые закрывают вид на море. То есть, тоже обращайте внимание. Ну, если написано Ocean, значит, Ocean будет. Если Garden, то здесь, скорее всего, будет на сад. То есть, номера на океан, да, на море не совсем будет. Ну, как бы. Lux Pool Access. Это доступом в полуприватный бассейн, как я говорю. Вот таких номеров у нас всего 17. И получается, есть бассейн с одной стороны и с другой стороны, который идет на эти только номера. То есть, на 8 номеров с одной стороны и на 9 номеров с другой стороны. То есть, 2 плюс 1 максимум можем поселить. В принципе, для тех туристов, которые любят бассейны, почему нет. И Reserve Pool Suite. Это последняя категория, которая идет по контракту. Все остальные номера у нас идут уже, как бы, под запрос. Я жила в этом номере. Мне очень понравилось. Они все на первом этаже. Здесь есть вот такой бассейн небольшой, очень небольшой. Там метр на полтора, наверное. Вот, чисто посидеть, наверное. Просторный номер. Здесь есть тоже диванчик, но его не застеляют. Здесь нужно будет до кровати все-таки брать. 2 плюс 2 максимум, что он может поселить. И вот здесь получается, да, такой свой, ну, как я говорю, свой небольшой дворик есть. То есть, ты заходишь, калиточка и в свой небольшой дворик. И дальше бассейн идет. Вот такая лежанка я пропустила. Вот, да. Там крыша есть, что очень удобно. А если вдруг дождь, например, то можешь все равно лежать, наслаждаться отдыхом. Есть виллы. Резерв пул вилла и резерв, за резерв оушен пул вилла. Вот эти виллы, они у нас отдельно стоящие. Их три. И они все три connected. Connected могут. Вот. Это большие 250 и 500 метров квадратно. Здесь нету спален отдельных. Здесь все открытое пространство. Имейте в виду. По коннектам. В этом отеле ограниченное количество коннектов. Мы можем только делаксы. Connected виллы. И еще один номер, сейчас я скажу, какой, который с делаксами у нас комбинируется. Не переключается. Вот этот, The Reserve, The Garden, нет, The Reserve Suite. Он один и он коннектится с двумя делаксами. Вот. По номерному фонду все. Поехали дальше. Дальше, смотрите, если, например, ваши туристы путешествуют с маленькими детьми, мы детские принадлежности предоставляем по цвету. Мальчикам голубенькие, девочкам розовые, тапочки, сланцы, все это вот именно вот так. Да, очень приятно. Если совсем с малышами мы путешествуем, то мы предоставляем детская кроватка. Это все бесплатно. Стерилизатор, нагреватель, ванночку, горшок. Все это есть для наших маленьких гостей. Плюс мне что нравится, что здесь в отеле есть разделение. Зона взрослых и зона, вот, правда, я жила в зоне для взрослых, но я сюда не ездила отдыхать в этот отель. Я ездила на инспекцию в этот отель. И мне понравилось, что меня поселили в зону взрослых. Я могла, я сейчас открою этот слайд. Вот это зона для всех. Здесь два бассейна, здесь детский сплэш-зона есть, детский клуб. А вот с этой стороны, это для взрослых. И здесь отдельный выход идет на пляж. И бассейн стеклянный, то есть видно все. Вот именно вот этот, то есть такая приватность. Ты делала чашечку кофе, в каждом номере есть кофемашина, капсулы, пожалуйста. Я по мне делала чашечку кофе с утра, делала линой халат и пошла. В общем, к этому бассейну легла, и там видно на море. Вот, там, то есть лежаки все стоят на территории отеля. Но они настолько близко есть, стоят прямо вот к этому заборчику, что ты как будто бы на пляже лежишь. Ну вот правда, вход очень хороший, вот с пляжем там, конечно, все шикарно. По питанию. Что мы можем предложить? У нас международная кухня в ресторане Террас. Тоже все очень высокого уровня. Свежевыжатые соки здесь есть. Здесь есть набор меню. Блюда из яиц. То есть здесь нету лайф-кукинг-стейшн, а здесь остается тебе меню, и там 13 видов блюд из яиц. Ты себе выбираешь. Хочешь два, хочешь три, пожалуйста. Вот. А также есть высокая кухня, современная высокая кухня в The Act. Здесь авторские блюда. Здесь уникальная подача идет. Джа. Это тайская кухня. Здесь очень мало мест, всего 18, но здесь очень вкусно. Прямо вообще. Джинран. Это бар, джин-бар, где 40, здесь 35, вообще уже 40 видов джина ручной работы. Вот мини-бар свой опустошил, и плавно к 12 пошел в джин-ран-бар. Прямо ран, побежал прям, собственно. Да, да, совершенно верно. Ну и бар у бассейна, конечно же, он прям в самом бассейне есть. То есть коктейли, напитки, перекусить, все это, пожалуйста, в течение дня можно. Отель предлагает хауборд, фулборд, но, наверное, те туристы, которые... Тот уровень туристов, которые едет в отель, они не будут привязываться к этим хаубордам, фулбордам. Ну, правда. Но имейте в виду, что они есть. Кто хочет, пожалуйста, можно бронировать. Почему нет? Будет выбор там, будет а-ля карт-меню, то есть с этим не предложат. Но я бы не ограничивала туристов, если так честно и откровенно. Что еще есть? Конечно же, есть спа, великолепный спа, с великолепными ценами. Но если кто захочет чуточку сэкономить, пожалуйста, мы находимся в той локации, где выходишь, все есть, все как на ладони. То есть это, ну, прям-прям чавенг. Фитнес-центр. Здесь скорее комната отдыха какая-то, потому что заходишь, диваны, здесь какие-то перекусы, вода. То есть я так зашла, сначала не подняла, я в джип пошла. Не до фитнеса, не до фитнеса. Я до фитнес пошла или я вообще куда? Павильон для йоги есть, пожалуйста, кто хочет йогу делать, сам на рассвете можно делать. Если с инструктором, то это за дополнительную плату. Но таких групповых у нас в отеле я не помню, что бы было. Детская зона без гаджетов. Имейте в виду, действительно классно. Здесь занимаются детками. То есть мне вот очень сильно понравился детский клуб. Вообще этот отель эко-отель. Минимальное количество бумаги используем. То есть стараемся, туалетная бумага есть, конечно же. Я так погорячилась, раз сказала, что мы эко-отель, мы не используем бумагу. Мне говорят, а как же вот средства гигиены. Нет, это у нас есть. Например, чекин можно сделать на планшете. Вот в таком плане. Там салфетки мы стараемся предоставлять. То есть есть бумажные, но вот именно как бы с ткани. Вот в таком плане. То есть минимальное количество. Так что вот так. У меня все. Вот. Я все рассказала. У нас есть еще что показать? Вы знаете, я не рассказала про Кози-отели, но я покажу видео. Вот. Я сейчас жду такое Кози. Вот, например, вот так он выглядит. Это Паттайя. Очень прикольный отель. Сейчас мы зашли. И здесь сразу же вот такие качели. И прекрасный бафейн. Солнышко-фейзер на ничего. Итак, здесь сладится вообще все контракты на без завтрака. 100 бат дается в сутки. И человек может заказать все, что он захочет в течение дня. Вот все. Кстати, еда все с Мирожа нашего фейзерка приезжает. А цены как на дальние. Цены как в 7-11. И еще есть микроволновка подогреть. Да, это наши Кози-отели, которые, в общем-то, экспресс-отели. Чтобы вы все понимали, что это такое. И вот еще, мне кажется, здесь есть и номера. Они у нас есть на Краби, в Паттайе и на Самуи. Покажу, как номер выглядит. Итак, я нахожусь в отеле Кози-Бич Краби. В Кози-рум, такой тип номера. Здесь у нас такой барчик, водичка комплементарна. И вот такая кровать. Двухспальная, большая. Под низ можно ставить чемодан. И здесь у нас вот такая душевая. Очень приятный отель. Очень приятный. Он состоит из четырех зданий. Ира, вопрос был, вот те, кто пропустил. Про предыдущий отель, как назывался полностью? Видео, которое было? Да. Где вот с едой? Кози-Вонгамат, Паттайя. Кози-Паттайя Вонгамат-Бич. Вот так он называется. 282 номера. Это, вот, как я сказала, как бы экспресс-отель. Все то же самое в этом отеле, у которого мы только что краби. Тоже вот еда. Все цены, как в магазине. То есть я не могу сказать, что они ориентированы для семей с детьми. Но с детьми живут у нас, правда. Есть просто отдельные категории Кози-Плас, где можно третьего человека положить. Вообще номера у нас для двух человек. То есть все современно, все уютно. Все, кто приезжает, всем очень нравится. Единственные два нюанса, которые нужно помнить. Первое, это то, что нет балконов ни в одном номере, ни в одном отеле. И второе, что нету шкафов. То есть там висят такие крючки. И ты на крючке вешаешь вещи. Все новости у нас в телеграм-канале есть. Присоединяйтесь. Ир, спасибо тебе за презентацию, за такое вот виртуальное путешествие по такому большому количеству локаций и ваших отелей. Узнали все новости. Спасибо вам большое.